Коммунальщики чистят Магадан. Из-за аномально тёплой осени, а после из-за мороза, в Магадане образовался ледяной наст. И коммунальные службы и управляющие компании с этим усиленно борются. Реу-3 почистила один из дворов Марчиканского переулка. В зоне ответственности компании почти 100 домов. Как отмечают специалисты, убрать наст сложно. В некоторых местах слишком тонкий лёд, от которого нельзя избавиться ни техникой, ни вручную. Кроме того, сложность возникает и с жильцами домов. На один двор уходит достаточно много времени, отмечают специалисты. Иногда техника работает весь день. Используют два погрузчика. Эксперты утверждают, что убрать снег полностью не получится. Сейчас компания почистила почти все подведомственные им дворы. Сотрудники комбината зелёного хозяйства также чистят тротуары города. Трудности те же. Специализированная техника не справляется с большим ледовым настом. Мощности машинам не хватает. Единственный выход – посыпать дороги песко-соляной смесью. Или ситуация изменится, когда на Колыму придёт новый циклон. Потепление будет, если это солью посыпать, чтобы растаяла дорога как-то. Либо снег и всё закатать, чтобы выровняться дорога в этом плане. А так больше ничего не сделаешь. С таким резким потеплением, то снег, то потепление. Здесь от нас мало чего зависит. Мы работаем. То, что под снегом, дальше лёд на асфальте. Как отмечают специалисты, такая обстановка складывается не каждый год. Когда снег выпадает, его успевают убрать. В этот раз снежной каши было слишком много. Техника работала круглосуточно. Однако погода каждый день вносила свои коррективы. Магаданцы в социальных сетях продолжают активно обсуждать ледовую ситуацию в городе. Как не упасть в скользких дворах? Специалисты рекомендуют приобрести правильную обувь. Горожанам хочу пожелать здоровья и всё-таки подумать, в первую очередь, о своей безопасности тоже. В магазинах, в всяких хозяйственных, в аптеках продаются недорого. Специальные накладки на обувь резиновые с шипами. Они очень помогают перенести вот те тяготы, которые наша переменчивая колымская природа принесла в этот раз к нам в Магадан. «Скажите, пожалуйста, нам сказали, что у вас продаются такие накладки на обувь, чтобы по льду ходить. Они у вас есть в продаже?» «Да. Последняя витрина, в самом низу, нижняя». «А скажите, пользуются популярностью?» «Конечно. Покупают, да?» «Конечно, конечно, да». У таких накладок подошвы состоят из гибкой основы металлических шипов и простых креплений. Надеть и снять их можно быстро. Дискомфорта не доставляют, уверяют эксперты. Также специалисты советуют стараться обходить места с наклонной поверхностью. А если всё-таки поскользнулись, нужно присесть, чтобы снизить высоту падения. При получении травм следует незамедлительно обратиться к врачу.